приветствую вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы сегодняшнее видео посвящено снова же ответу на вопрос очень важный вопрос и этот вопрос звучал уже почти два года в различных сообщениях и комментариях и я хочу сегодня ответить как можно вот именно создать вот такие условия чтобы растения не болели в данном случае у нас вопрос касается баклажанов я вот нашла уникальную такую формулу чтобы баклажаны не болели и сейчас о ней расскажу но мне помогут в этом вот эти два препарата вот они у нас есть такой в украине гауксин есть разные фирмы которые его производят есть какой-то самый супер новый неважно важно в основе эти препараты этот препарат и вот этот рихофит что я делаю значит вот этот препарат это основе триходермина это триходермин и вот этот препарат именно помогает мне убрать в течение вегетации с почвы различные споры грибковых заболеваний и плюс еще обязательно делаю раствор и поливаю у корня для того чтобы не болело саморастение в этом году очень так было сложно россия рассаде а потом и растение почему да потому что именно у корня холодная почва и вот всегда здесь возникают проблемы начинаются корневые гнили что я делаю в таком случае это было буквально где-то в середине июня месяца когда уже установилось тепло рассада у меня хорошо росла я что сделала я взяла вот этот препарат который называется трихофит вот этот препарат развела бутылка у нас стоит 32 гривни всего-навсего это чуть больше доллара разделила на две половины то есть по пол литра здесь литра по пол литра на 10 литров воды здесь у меня маленькая лейка я сейчас это делать не будет просто покажу принцип как это делается пол литры на 10 литра воды 9 с половиной литра воды и получается вместе 10 литров и после того когда мы полили всю площадь теплицы тогда развожу и беру лейку больше чем это просто это более показательно и проливаю буквально все всю почву вот и проливая все и стараюсь это много не надо пролила и главное чтобы вла внизу была главная мокрая почва и вот здесь остановлюсь буквально чуть-чуть и вот так дальше все 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 дорожки вот это важно тоже не оставляем ничего потому что дождь открыта теплица в нас все время есть опасность того что сюда что-то прилетит а что-то это споры грибковых заболеваний они везде и всюду но и вредитель тоже приносит получается вот смотрите я сюда залила этот раствор триходримин вот это трихофит триходерма они вот эти ребята помощники их так называю своими помощниками там вот все если где-то есть какая-то проблема они все это съедают и естественно здесь почва нормальность плюс они и съедают вот эти все споры грибковых заболеваний но еще и удобрения какие-то создают вот это работает таким образом почва такая воздушная плюс они любят органику здесь органики предостаточно в земле и они работают вот растение растет здоровые корни здоровые очень важно чтобы корням попала вот это здоровая пища здоровый вот этот раствор который будет помогать в этот период всей вегетации размножаться я еще один раз делаю это но это будет позже пока мне этого достаточно но кроме этого еще использую для обработок по листьям кстати вот этот раствор с трихофитом тоже пол литра можно по я уже один раз делала я обработала по листьям раствор сделала и он у меня постоял буквально где-то два часа и через два часа в воде тоже пол литра 9 литра воды пол литра трихофита то ли или триходермина что у вас есть это сейчас распространенный биопрепарат вот два часа он с водичкой разведенный и опрыскиваю листья полностью сверху и снизу обязательно вот это нужно понимать что вот это все снизу надо обрабатывать то что все садится здесь и отсюда начинается проблема но естественно сверху тоже обработала далее следующий на две недели у меня защита есть потом беру гауптин после гауптин то же самое развожу если вот свежие иногда я заготовку делаю у меня есть заготовленные я это все делаю только поздно вечером ни в коем случае днем нельзя потому что погибнут бактерии и помощи не будет тоже пол литра нужно быстро допустим я беру пол литра и 9 половина литра воды тоже на два часа размешала через два часа прошлась обработала полностью сверху донизу те растения и конечно же попадает вот этот при распылителе попадает вот эти бактерии снова же на почву или на данном случае у меня здесь частично где солнце здесь у меня есть мульча еще сюда же добавляю еще обработки провожу против болезней молочный коктейль служит я о нем уже говорила когда говорили о подкормках молочный коктейль и защитный там есть молоко йод и уборная кислота вот эти компоненты тоже служат защитными против болезней это такие вот это этот мактейль коктейль как раз дает возможность очень хорошо и защищать листья растений само растение и в то же время дает подкормочку очень хороший но я их никогда не соединяю разница между обработками био и даже тоже молочный коктейль это органика 14 дней и еще одну обработку я использую это сыроватка это сыворотка после сыра на рынке у нас есть она продается развожу 2 литра свежей свежей если кислая тогда только литр получается 9 литров воды 1 литр сыроватки то если не свежая кислая такая и 10 капель йода и если она свежая 2 литра сыроватки и плюс 8 литров воды и можно 10 от 10 до 15 капель йода не более и снова же опрыскиваю все листики все вот это обрабатывается и они защищены от различных заболеваний вот сейчас у нас уже прошла подкормочка снимаем видео мы 15 июля у нас 14 июля была подкормка а вот сегодня 15 июля я буду обрабатывать против болезней сегодня у меня будет обработка вот этим препаратом трихофит буду снова же разводить 9 с половиной литров воды температуры воздуха плюс пол литра трихофита и через два часа буду обрабатывать все растения замечательные вещи дают возможность получить экологически чистые продукты очень вкусные и вот комплексе с питанием защиты получается хороший урожай замечательные баклажаны вот очень вкусные и ароматные и полезные ну что ж мы подготовили это видео мы это раиса генченко александр волик поделились своим опытом как мы защищаем наше растение баклажанов в теплице с мульчой и без мульчи точно такой уже такой же полив проводится без мульчи вся почва и вот эти бактерии очень активно работают защищают наше растение от различных спор и грибковых заболеваний ну что ж мы прощаемся с вами до следующих видео снова же задавайте вопросы с нетерпением их ждем и прощаемся с вами в прекрасном расположении духа и с хорошими пожеланиями в ваш адрес пока пока а